МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Из всех российских императоров Александр III был наименее русским по крови. Но от предшественников его отличала отчетливая тяга ко всему русскому. Он любил национальную одежду, поддерживал русскую оперу, проводил политику русификации окраин, желая, чтобы империя была скреплена одним языком, одной культурой. Обычно Александра III считают человеком, который просто подморозил империю. Но, возможно, у него был для России какой-то свой проект. Обсудим это сегодня. 1866 год. Ученый-правовед Константин Победоносцев начинает преподавать основы права второму сыну императора Александра II, Александру Александровичу. Победоносцев станет главным советчиком будущего монарха на всю жизнь. Его крайний консерватизм не раз будет вызывать огонь критики со стороны современников, один из которых писал о Победоносцеве. Он, как мороз, препятствует дальнейшему гниению, но расти при нем ничего не будет. 1883 год. 27 мая в Москве состоялась коронация Александра III и его жены Марии Федоровны. К тому времени император занимал престол уже два года, но официальные торжества все время откладывались. По мнению ряда историков, причиной такой задержки была тревожная обстановка в стране. 30 июня 1887 года. В России принят циркуляр о сокращении гимназического образования, который больше известен как циркуляр о кухаркиных детях. Он ограничивал поступление в гимназии детей из низших слоев населения. По мнению правительства, просвещение этой части населения создавало революционную угрозу для империи. Эта мера стала одной из самых известных среди контрреформ, проводимых при Александре III. Здравствуйте, в эфире программа «Власть факта». Я Михаил Ремезов. Сегодня поговорим об эпохе Александра III с Глебом Ивановичем Мусихиным, профессором высшей школы экономики. Здравствуйте. И Натальей Владимировной Черниковой из Института российской истории. Добрый день. 19 век иногда называют веком национализма, ну, в смысле национального строительства. Это век, когда филологи реконструируют национальные эпосы, когда композиторы воплощают их в музыке, как это делал Рихард Вагнер, когда историки пишут именно национальную историографию, когда политические деятели борются за национальную независимость или национальное объединение в пределах одной территории своей нации. И в какой-то момент эта мода доходит и до монархов. Так было и в Германии, и отчасти даже в Австрии, Австрийской, Австро-Венгерской империи, и в Российской империи. Считается, что вот, наверное, первым императором, до которого эта мода на национальное строительство дошла, был именно Александр Третий. Насколько это мнение, что он был императором, которого был в голове, может быть, на подсознательном уровне, может быть, на сознательном, какой-то русский проект для Российской империи. Насколько это мнение обосновано? Как это не покажется странным, процесс был обратным, на мой взгляд. Потому что вот то, что мы называем национальным строительством, это прежде всего образование. Понимаю, да. А тут циркуляр кухаркиных детях, да? А у Александра Третьего это циркуляра кухаркиных детях. Да, элементы того, что сейчас мы называем национальный дух, у Александра Третьего присутствовали, но я бы это назвал французским словом а-ля Рюс. Это вот матрешечный стиль нового Арбата. Но все-таки, если мы посмотрим на эту эпоху, то да, это эпоха стилизаций. И национальный дух часто присутствует в виде стилизаций. Это нормально. И не только у нас. Но все-таки это в основном качественные стилизации. Ну, посмотрите, это могучая кучка, оперная школа, формирование русской оперной школы. Александр Третьего ее сознательно поддерживает, именно как проект, насколько я понимаю. Да, но при этом вытесняет то, что называется итальянской оперой. А в это время, не забываем, это пик творчества Джузеппе Верти. Искусство, созданное великими творцами, это одно. А технологическая стилизация, как бы мы называли сейчас, политические технологии, это другое. И их смешивать нельзя. Вот политические технологии могут использовать деятельность великих творцов, как элементы пазла, совершенно в своих целях. И у них это великие произведения искусства. А вот в политическом проекте это будет именно матрешкой. Александр Третий был простым человеком, в общем-то. Он, да, он разбирался в музыке, хотя не вся музыка ему нравилась. Ему не нравилась музыка композиторов могучей кучки. Да, при нем Балакирев и Римский-Корсаков, они служили, и они имели какие-то чины, они имели возможность работать, но это не значит, что он поддерживал всю их музыку. Ему нравился Чайковский. Он был поклонником Чайковского, и Чайковского он был готов слушать бесконечно. И во время коронации он просил исполнять Чайковского и Глинку. В конце 1887 года Петр Ильич Чайковский оказался в сложном финансовом положении. Все средства раздобыть деньги оказались испробованы, и тогда композитор решился на последний, как ему казалось, радикальный способ. Он написал письмо императору Александру Третьему с просьбой одолжить 3000 рублей. Уже на следующее утро Чайковский пожалел о своем поступке, но поздно. Письмо было отправлено. Несколько дней композитор провел в Терзаниях, не столько потому, что боялся отказа императора, сколько из-за того, что стал стыдиться своего поступка. Но через неделю он получил ответ от министра двора, где говорилось, император с удовольствием посылает ему 3000 рублей и будет очень обижен, если Петр Ильич Чайковский решит когда-нибудь их вернуть. Особенное отношение Александра Третьего к музыке и музыкантам было хорошо известно. Во времена правления его отца Александра Второго в России господствовала итальянская опера, а русскому искусству, по словам Чайковского, не оставалось для приюта ни места, ни времени. Новый император, едва ступив на престол, первым делом взялся за реформирование музыкального дела в России. На место прежнего директора императорских театров был поставлен Иван Всеволжский, поклонник русской оперы и музыки Чайковского. В 1884 году при поддержке Александра Третьего опера Евгения Онегин была поставлена сначала в Санкт-Петербурге, а потом и в Москве. Император приезжал не только на премьеры, он любил бывать и на репетициях произведений Чайковского. Из письма Петра Чайковского Надежде фон Мекк, 18 января 1885 года. После свадебного обеда я поехал прямо в Большой театр, где происходило 15-е представление Онегина в присутствии государя, императрицы и других членов царской фамилии. Государь пожелал меня видеть, пробеседовал со мной очень долго, был ко мне в высшей степени ласков и благосклонен, с величайшим сочувствием и во всех подробностях расспрашивал о моей жизни и о музыкальных делах моих, после чего повел меня к императрице, которая, в свою очередь, оказала мне очень трогательное внимание. Но истинный размах музыкальных пристрастий царя стал ясен, когда готовилась постановка оперы Александра Бородина «Князь Игорь». Героическая тема защиты России от половцев показалась императору крайне уместной. На постановку были выделены огромные по тем временам деньги из императорской казны, а из Средней Азии специально выписали подлинное средневековое оружие для того, чтобы использовать его на сцене. В прологе оперы на сцену выходило около двухсот артистов. Перемены ощутили не только зрители, но и музыканты. Один из оркестрантов Большого театра писал Никогда еще в истории музыкантов казенных театров не было лучшего момента, как 1882 год. Волею императора Александра Третьего впервые был положен штат исключительно для одних оркестров. Определено было назначить вознаграждение по каждому пюпитру, по каждому отдельному оркестровому инструменту. По сравнению с прежними, оклады 1882 года повышены были более чем вдвое. Само же количество оркестровых артистов увеличено до 150 человек. При этом, как отмечали современники, в репертуаре театров создался явный перекос. Итальянская опера практически полностью исчезла со сцены. И даже общепризнанные шедевры не исполнялись только лишь потому, что были написаны нероссийскими композиторами. Разве все-таки нет параллелизма между Россией и другими империями? Вот в тот период, да, империями изначально многосоставными, в которых, тем не менее, есть культурное ядро, и которые постепенно это культурное ядро укрепляют. То есть постепенно стараются распространить доминирующую титульную культуру на все, так сказать, подвластные территории и население. Параллелизм есть, конечно, но это все-таки не британская империя, а прежде всего, скажем так, немецкоговорящая. То есть больше с немцами. Это, собственно, германская империя, созданная Бисмарком, и Австро-Венгрия. Может быть, даже Австро-Венгрия в большей степени, потому что все-таки германская империя была в значительной степени мононациональной государственной. Более однородной, тем более. Это был малогерманский проект, скажем так. Все-таки, да. Австро-Венгрия как полиэтническое образование. Ну и в этом смысле нельзя говорить, что в Австро-Венгрии шел процесс national building, национального строительства. И это ее родниц Российской империи. То есть у нас он все-таки не вошел. В Австро-Венгрии и в Российской империи в это время шел процесс укрепления государственной власти. То, что мы называем государственной унификацией. Да, там приводилось все на немецкий язык. Приседите разницу все-таки, да. Производство тут все переводилось на русский язык. В обоих случаях необходим некий минимум культурной унификации, без которой нет единого государства, единой системы управления. Вот то, что в бывших польских областях германской империи происходило, это был процесс именно немецификации польского населения. То есть более четкая установка на ассимуляцию. Учили немецкому языку, им запрещали пользоваться польским языком в публичных местах. Ну, не запрещали, не поощряли, скажем так. То есть их делали немцами. Вот это, да, был процесс национального строительства. То есть то население, которое осталось, польское на приобретенных Пруссии, потом Германской империи и землях, его превращали в немецкое население. В общем, достаточно успешное. То есть действительно эти области были германофицированы, они стали считать себя немцами. То, что происходило в Австрийской империи и Российской империи, было несколько иным процессом. Прибалты не стали русскими, венгры не стали русскими, чехи не стали русскими. Процесс государственной унификации шел. Процесс установления контроля. Да, но эти процессы не были превращением подконтрольного нерусского населения в русских. Как это было в захваченных польских землях в Пруссии. Надо сказать, что процесс национального строительства, они касаются, в общем-то, не только таких выраженных национальных периферий, но и того, что можно назвать национальным ядром. Скажем, Эрик Хаухумсбаум пишет про Францию, что в начале 19 века большая часть населения Франции не говорит по-французски. К концу 19 века это уже, в общем-то, относительно однородное в культурно-языковом отношении пространство. Но для того, чтобы проводить вот такое вот типа национальное строительство, необходимо преимущество образования. Для того, чтобы, собственно, рожденных русскими, делать русскими по языку, по культуре, по духу, по общим навыкам, традициям, по самосознанию нужно просвещение, национальное просвещение. Вот как с этим, Наталья Владимировна, обстояло дело? Потому что здесь как раз Александра Третьего упрекают в том, что он сознательно отрезал от этой системы образования национального просвещения некую значительную часть общества. Насколько обоснованы эти утверждения? Каковы были мотивы? Вы знаете, я считаю, что вообще то, что говорят о Александре Третьем, примитивно к образованию, это один большой миф. Дело в том, что вообще, в принципе, стремление образовать низшие слои населения, сделать их грамотными, оно вообще свойственно русскому самодержавию. Свойственность с начала 19 века, и об этом пытались как-то развивать народные школы. Но ситуация была такова, что одно дело это теория, а другое дело практика. И в 70-е годы была сделана попытка Министерством народного просвещения ввести всеобщее начальное образование. Но когда эта попытка дошла до уровня собирания справок, насколько это возможно по разным местностям, оказалось, что это совершенно нереально. Требуются деньги, требуются дороги, требуется огромное количество школ, огромное количество учителей, и поэтому эта идея была оставлена. При Александре Третьем ситуация была немножко иная. Когда говорили о начальном образовании, то, разумеется, это была целая сеть уже церковно-приходских школ. Это была сеть городских училищ, народных училищ. Но здесь существовал некий зазор между начальным образованием, вот самым-самым таким низовым образованием, и образованием средним. И слои населения не очень, может быть, образованные, но особенно городские слои населения, они тяготились вот этой вот системой. Им не хватало простого начального образования, и они стремились дать своим детям образование среднее. Поэтому вот многие дети служащих, или даже рабочих, они пытались поступить в гимназии. И отсюда и возникает указ о кухаркиных детях, указ 87-го года. Надо сказать, что о кухарках, о самих, там не было упоминаний вообще, не было такого слова кухарки. И, соответственно, указ о кухаркиных детях, он не запрещал принимать в гимназии детей, вот малообеспеченных слоев населения. Он предлагал директорам гимназии, прежде чем они примут того или иного ребенка, смотреть, может ли он учиться, есть ли у него такие возможности, есть ли у него место для учебы, могут ли родители обеспечить ему возможность учиться, не отрывая его на какую-то дополнительную помощь себе, на работу и так далее. И вот этот указ о кухаркиных детях, он был распубликован. Если бы он не был опубликован, он, может быть, не вызвал такого резонанса, и все это, в общем-то, спокойно прошло бы. Но, тем не менее, он был опубликован, и поднялся некий такой ажиотаж. Не потому что в этом указе говорилось не принимать никого в гимназии, а потому что очень часто директора гимназии трактовали его именно вот так, не принимать. И, соответственно, отсюда получались многие несуразности. На практике, тем не менее, ценз был установлен. На практике ценз был установлен, но это 87-й год. Дело в том, что в 87-м году как раз через Госсовет проходил еще один закон. Закон о промышленных школах, средних, профессиональных училищах. Предполагалось создать целую систему профессиональных школ от самых низших, ремесленных, до высших. Там была такая система, которая позволяла ребенку, начиная учиться буквально в самом низшем училище, постепенно его заканчивать, получать практическое образование, ремесленное образование, поступать в городское училище, получать общее образование, потом поступать в низшее промышленное училище, оттуда поступать в реальное училище, получать уже среднее образование, законченное среднее образование, оттуда поступать в среднее техническое училище и уже среднего технического училища, при желании переходить в вузы технические. Эта система не прошла, она, когда была принята, она была немножко модернизирована, принята бы иначе. Но, тем не менее, вот что касается образования для необеспеченных слов населения, вот такая система существовала. Они должны были остаться на неких нижних ступенях образования, или, по крайней мере, пройти все шаг за шагом. Они могли пройти дальше. То есть система на что была направлена? Чтобы семьи тех детей, если эти семьи не могут ждать долго, пока ребенок закончит образование, пока он будет учиться 9-12 лет, такие семьи могут отдавать детей в эти технические промышленные училища, и эти дети могут приступать к работе, получать специальность и в 12 лет, и в 15 лет, если они проучатся подольше, и быть вполне полезными членами общества. Таким образом, попытались ответить на ту критику существовшей системы, когда ученики реальных училищ, оканчивая обучение, имели только два пути. Либо пойти в ВУЗ поступить, либо не поступить и деться в никуда, потому что никуда больше они пойти не могли, и таких профессиональных знаний у них не было, их брали, в общем-то, не очень охотно. Вот это была попытка. Избежать создания слоя профессиональных безработных. Ну, у меня несколько иной взгляд на эту ситуацию. То есть, да, фактическая канва здесь была выстроена действительно так, как она была сделана, при этом был упущен небольшой момент. Именно во времена Александра III сворачивается деятельность земских школ, и основной акцент делается на церковно-приходские школы. Причем не везде этот процесс прошел удачно, то есть земские школы действительно ликвидировались, и не везде они заменялись церковно-приходскими школами, а там, где они заменялись, качество образования зачастую очень сильно понижалось, по понятным причинам, потому что акценты в образовательном процессе делались несколько другие. И в этой связи вот то, что здесь было описано как попытка, в общем-то, эта попытка осталась неудачной. Все равно высшее образование было в общем и целом доступно только для выпускников гимназии. Отнюдь. Да, бывали случаи, когда вот эти самые техническая линейка, как бы сейчас сказала, приводила к тому, что люди попадали в высшее учебное заведение, но это скорее случаи были единичные. И то только потому, что у этих молодых людей оказывались средства. Ну, меценаты, допустим, либо собственные богатые родители. Ну, общеизвестная, в советские времена общеизвестная биография Сергея Мироновича Кирова, который шел именно вот по этой линии, но у него были действительно меценаты. И поэтому пройти этот путь могли только люди, либо чьи семьи были достаточно состоятельные, а они могли отдать своих детей в гимназии, либо те, у кого найдутся действительно меценаты. А в условиях Российской империи это были, ну, скорее, частные случаи, чем система. Сетевой благотворительности в Российской империи в того времени не было. Поэтому я хочу сказать, возвращаясь к национальному строительству, образовательная политика не была приоритетом Александра Третьего. Да, какие-то мероприятия проводились, но вот то, что потом... Техническая высшая школа, насколько я понимаю. Но вот то, что потом сделали большевики, культурная революция, образование, в это были вложены средства, была создана целая система, система всеобщей грамотности. Вот в таком смысле образовательная политика приоритетом Александра Третьего не была. Я согласен с тем, что сам факт того, что такая задача массового национального просвещения не была поставлена династии Романовых на поздний этап, по большому счету, говорит все-таки о неком дефиците национального мышления. Что они немножко не почувствовали вот этот вот нерв эпохи, что необходимо отформатировать общество и единые системы просвещения национального. Я бы это назвал дефицитом или даже враждебностью к модернизационному мышлению. Потому что мы все помним фразу Фамбусова, все книги взять бы да и сжечь. То есть понимание того, что просвещение ведет к общественной эмансипации у властного самодержавного режима было очень давно. Но без этого не формируется нация, не формируется полноценная национальная лояльность в нижних слоях. А вот это другая иллюзия российского самодержавия, избирательный инструментальный подход к модернизации. Мы вот возьмем это, это и это, а вот это и это не допустим. Так не бывает. Если с Германией сравнить, вот вы, насколько я понимаю, одна из ваших тем, это именно такие сравнительно исторические исследования российской и германской действительности этого периода, и в том числе консерватизма российского и германского. Это же одна из болезненных тем для консерватизма. С одной стороны сопротивление модернизации, но с другой необходимость формирования единого национального пространства. Если говорить о России, то вот то, что мы называем национальным строительством, для консерваторов представляло серьезную угрозу. Потому что они видели вот в этой логике национального строительства, с развитием образования, с просвещением, именно о разрушении национальных корней. Потому что Россия традиционно это аграрная страна. Но разрушение структуры аграрно-сословного общества. Да. То есть зачем просвещать крестьян? Они заняты своим делом, традиционным, естественным, и пусть продолжают. То есть в этом смысле Александр Третий скорее консерватор, чем сторонник национального строительства. Александр Третий не консерватор, Александр Третий самодержец. А у самодержеца инструментальный подход к любым идеологиям. Это правда. Если хочет, он берет либеральный инструмент, если хочет, он берет консервативный. Ассоциируем какой-то проект. Когда мы говорим консерватизм, либерализм, социализм, мы говорим об идеологиях. Идеологии подразумевают социальные движения. Самодержавие в принципе не допускало никакого автономного существования социальной движения. Никаких ни либеральных, ни, упаси бог, социалистических, ни консервативных. В России были консервативные мыслители. В России не было консерватизма, как идеологии. Монарх по своим функциям он просто обязан быть прагматиком. И выбирая ту или иную линию, поддерживает тот или иной проект, он выбирает не идеологию, он выбирает то, что с его точки зрения сейчас является наиболее нужным, важным для страны. И поэтому он может утверждать мнение как либерального, так и консервативное. Это зависит от конъюнктуры, от политической конъюнктуры и от тех проблем, которые стоят перед страной в данную конкретную минуту. Если мы посмотрим на экономическую модернизацию, то и Александр Третий, и потом Николай Второй, они делали все для экономического развития России. То есть это была, проводилась экономическая модернизация в самом радикальном своем виде. И единственная, вот если говорить об экономике, единственная сфера, где модернизация не проводилась, или долгое время не проводилась, это сельское хозяйство. Да, проводились многие экономические мероприятия в промышленности, в развитии того, что мы называем инфраструктурой. И сельское хозяйство в этом смысле оставалось, как было сказано, единственной сферой, где реформы не проводились. Я бы только тут добавил, ничего себе единственное. Если представлять, чем из себя была Российская империя. Подавляющее большинство экономического потенциала Российской империи в то время шло из сельского хозяйства. Транссиб построен на налоговые поступления и платежи, полученные от сельского хозяйства. Это доказано экономистами. Это было... Большевики в этом смысле ничего не выдумали. Сельское хозяйство было той самой дойной коровой, которая создавала российскую модернизацию еще в царское время. И в этом смысле отношение к крестьянской общине было абсолютно прагматическим, я бы даже сказал... То есть это фискальный инструмент? Да, это фискальный инструмент. В этом есть определенное лукавство, кстати говоря, тоже идеологическое, когда община представлялась как некий исконно русский способ организации жизни, хотя в действительности была именно фискальным инструментом, который был выгоден... То есть русский общинный дух это во многом... На самом деле крестьянская община во многом поддерживалась искусственно, и реформы Столыпина это показали. Выяснилось, что крестьяне не так-то уж горят желаниями оставаться в общине. То есть соответствующий процесс в деревне это демонстрировали. В этом смысле вот та модернизационная политика Александра Третьего которую считают прогрессивной, на мой взгляд, она заложила вот ту самую бомбу с часовым механизмом, которая взорвалась уже... Просто потому, что ее ценой была консервация вот этого фискального инструмента. Да, потому что рано или поздно эти бы два процесса, во многом разнонаправленные, вступили бы в противоречие. И они вступили в противоречие. Это к вопросу о том, была ли у Александра Третьего программа. На мой взгляд, ее не было, просто он реагировал на некую конъюнктуру, которая складывалась. А, кстати, к вопросу вот его внешней политики. Он такой какой-то разворот совершил, крутой. И, значит, вот Германия к Франции, и потери союзного с Болгарией, с СОРО. Это просто все так получилось, или у него были какие-то задумки свои на этот счет? В итоге союз с Францией все-таки... Ну вот по поводу союза с Францией, я бы сказал, что не Александр Третий развернул внешнюю политику России, а складывавшаяся в мире ситуация развернула внешнюю политику России. И потом, уже в 14-м году, мыслилась, как разворотом всей внешней политики России, которая привела к тому, к чему она привела в 14-м году. Во времена Александра Третьего еще так не виделось. У России продолжались оставаться союзнические отношения с Германией, у него продолжал оставаться мирный договор с Австро-Венгрией, это была вот эта политика Бисмарка связать всех взаимными договорами. И эта политика удалась во многом. То есть Бисмарк пытался разбить любые коалиции в Европе, чтобы в Европе существовали государства, и они ввели между собой какую-то дипломатическую игру, но чтобы коалиции не складывались. И пока Бисмарк оставался у власти, ему это удавалось. Что произошло при Александре Третьего с Францией? Франция предоставила нам вот те самые кредиты, в которых модернизирующаяся российская экономика нуждалась. А Германия на выгодных России условиях их не предоставила. Потому что не хотела, потому что ей самой были нужнее эти средства, потому что она сама бурно модернизировалась. И вот это да, это было сделано, потому что оказалось, что самодержавие никогда не пойдет на такое соглашение с республиканской Францией. Это знаменитый шок, когда в присутствии Александра Третьего играли Марсельезу, гимн французской республики. Третьей республики. Но, что называется, Париж стоит место. Александру Третьему нужны были эти средства, и соответствующие французские финансовые структуры были готовы их предоставить. То есть это было не столько союзническое сближение, сколько, да, политическое соглашение взаимовыгодное. У Франции, да, были, конечно, свои собственные цели приблизиться к России для того, чтобы как-то противостоять нависавшей над ней Германии. Весь 19 век главными союзниками Российской империи считались германские государства Пруссия и Австрия. И напротив главными соперниками были Англия и особенно Франция. Это подтверждали две кровопролитные войны. В 1878 году на Берлинском Конгрессе министру иностранных дел Александру Горчакову под давлением железного канцлера Бисмарка пришлось отказаться от большей части завоеваний русско-турецкой войны. Так еще в правление Александра Второго Освободителя стало понятно лучше заклятые враги, чем такие друзья. В окружении его сына императора Александра Третьего миротворца были как германофилы, так и сторонники союза с Францией. Годами между ними шла непримиримая война. Лидер французской партии влиятельнейший публицист Михаил Катков называл своего оппонента Николая Карловича Гирса главой Министерства иностранных дел в России. Именно Гирс обеспечил продление союза трех императоров германского, российского и австро-венгерского. Но все вновь испортил балканский вопрос. Было бы смешно, если бы не было так грустно, написал Александр Третий на сверх секретном донесении МИД о ситуации в Софии. Болгарский кризис 1885-87 годов подвел итог внешней политики России на Балканах, стоившей миллионы рублей и сотни тысяч жизней русских солдат. В Болгарии к власти пришел герцог Фердинанд из Саксон-Кобургской династии, еще недавно носившие палеты офицера австрийской армии. Болгарский кризис едва не спровоцировал новый европейский конфликт. Стало понятно, что интересы германских государств и России окончательно разошлись. Вскоре Бисмарк фактически запретил немецким банкирам выдавать кредиты русским промышленникам. В этой ситуации руку дружбы России протянула Франция, естественный враг германской империи. 11 июля 1891 года французская эскадра прибыла в Кронштадт. Через два дня на борт флагманского корабля поднялся император. Оркестр играл боже царя храни и государственный гимн Франции. Консерватор Александр Третий с непокрытой головой выслушал Марсельезу, под которую казнили французского короля. 15 августа 1891 года был подписан консультативный русско-французский пакт. В нем описывалась ситуация взаимной военной поддержки, если одна из сторон подвергнется нападению. Спустя неделю Николай Гирс подготовил для царя докладную записку. По его мнению, заключенный пакт вполне ограждает Россию от опасности оказаться изолированной в случае войны, но при этом подписание военной конвенции может лишь ускорить роковую минуту. Однако император не послушал своего многоопытного министра. Агрессивные действия Германии в Европе и Азии вызывали у него ярость. Вскоре пакт был дополнен секретной русско-французской военной конвенцией. В ней говорилось, если Франция подвергнется нападению Германии, Россия употребит все наличные силы для нападения на Германию. Аналогичное обязательство предоставила Франция в случае нападения Австро-Венгрии или Германии на Россию. Европа окончательно раскололась на два военно-политических блока. В 1896 году недавно взошедший на престол Николай II заложил Парижский мост в честь Александра III. Он должен был символизировать вечную русско-французскую дружбу. 28 июня 1914 года в Сараево был убит австрийский эрцгерцог Фердинанд. Это привело в движение маховик двух военно-политических блоков. Вскоре начнется мировая война, которая уничтожит все консервативные европейские монархии. Нельзя сказать, что был какой-то все единый проект целостный. Вряд ли мы можем сделать такой вывод из нашего разговора. Но было осмысленное развитие. Осмысленное развитие, которое ратизовалось противоречиями явными. Потому что с одной стороны экономическая модернизация, с другой желание сохранить прежнюю социальную структуру, которая разрушается этой самой модернизацией, это, конечно, вот это диалектическая динамическая противоречия, которая для многих империй оказалась роковым. Ну и другое противоречие тоже в каком-то смысле идеологическое, желание с одной стороны укрепить престол подножия империи, оперевшись на национальную идентичность стержневого народа, а с другой стороны неготовность пойти так далеко, чтобы представители этого народа стали гражданами, потому что дальнейшее развитие этой национальной идентичности предполагает возрастание демократической требовательности по отношению к властью. Гражданская требовательность по отношению к властям. В первом шаге должна быть элементарная грамотность, а отсутствие этой грамотности оно делает невозможным гражданности. скажем так, вопрос во многом в темпах движения, потому что все-таки вектор движения был направлен в сторону постепенного расширения этого круга людей, причастных к национальной культуре. Вот не совсем соглашусь именно из-за казуса церковно-приходских школ. То есть это был реверс. Это было именно при Александре Третьем явно реверсивное движение. Но все-таки большой тренд был таков, что постепенно, в ходе 19 века и во второй половине 19 века все больше, больше, больше людей стали читателями русской литературы. Стали интересоваться русской историей. По поводу русской литературы небольшой эпизод. 1887 год. Пятидесятилетие смерти Пушкина. Что в годовщину Пушкина устраивает двор? Бал. Самое легкомысленное увелеселительное заведение с точки зрения этикета. То есть это вот к вопросу национальной идентичности. К тому времени уже было очевидно, что Пушкин это явление национальной культуры. Какой год, напомните? 1887. 1887. Нет, ну здесь, конечно, двор явно отстал от общества. Причем явно это была не демонстрация. Просто намечалось мероприятие, выяснилось, что это совпадает. Сказали, ну а кто такой Пушкин, собственно? У нас тут бал. Мы уже все запланировали. Это к вопросу о национализме, национальном строительстве и национальной идентичности. Все-таки национальная идентичность это комплексное явление. И вот этой комплексности во зрениях Александра Третьего, в его привычках, его наклонностях, ее, на мой взгляд, все-таки не было. Вот спасибо. Я думаю, это хорошее завершение нашего сегодняшнего разговора. С вами была программа «Власть факта» и до встречи на канале «Власть факта» и до встречи на канале.